Накануне Нового года Акимов Стенариман Турегалеев побывал дома у ветеранов войны и труда. Такие теплые встречи всегда наполнены особым смыслом и передают всю степень уважения нашего общества к их возрасту, опыту и большому жизненному пути. Каждый из них внес большой вклад в укрепление независимости Казахстана, в социально-экономическое развитие нашего региона и страны в целом. Вениамину Скаленко в этом году исполнилось 98 лет. Это его жизненный путь, на который выпали и суровые военные, и послевоенные годы нельзя назвать легким, но даже их он вспоминает с большой благодарностью. Любовь к жизни, самое важное для человека, говорит он, это большая ценность, и каждый год нужно проживать с достоинством. А вспоминать только хорошее. Акимов Стенариман Турегалеев вручил семье ветерана подарок, высказал самые искренние пожелания здоровья и благополучия. Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Мы высоко ценим ваш вклад в развитие страны и благодарим вас за это. Желаем вам крепкого здоровья, это самое главное. Все складывается благополучно. Мира и достатка вам и всем жителям области. Самое главное для людей старшего поколения это внимание не только родных и близких, но и других членов общества. Помнить о подвиге, о ратном труде, о большом вкладе в развитие страны должен каждый из нас и быть благодарным за это. На прошедший год ветеран не в обиде и надеется, что следующий принесет только хорошее. Любой праздник, а Новый год тем более, с большой радостью. Во-первых, доволен тем, что уходящий год был хорошим. А что касается Нового года, я глубоко уверен, что Казахстан, ну пусть даже если уменьшится доля экономики, то совсем мало. А благодаря чему? Благодаря сплоченности, дружбе народов. С наступающим праздником глава региона поздравил и Ивана Степановича Гапича, который в будущем году отметит свое столетие. Уважение и забота о ветеранах – долг сегодняшнего поколения. Помощь и поддержку им всегда оказывает государство. И такая работа будет продолжаться. Иван Степанович – один из тех солдат, кто по окончании войны был в рядах войск, принимавших участие в первом параде победы в 1945 году. Далее всю жизнь отдал работе в органах прокуратуры Казахстана. «Я доволен изменениями, происходящими в нашей стране», – говорит ветеран. «Наступающий Новый год для меня будет сотый. 2 февраля мне исполняется 100 лет. Ух, какая! Так что, ну, чувствую я себя вроде бы в норме. Моим согражданам, всем западноказахстанцам я желаю, значит, во-первых, всем здоровья, благополучия, чистого неба над головой и всего самого доброго в жизни». Аким области на ремонтуре Галиев поздравил и вручил подарки и другим ветеранам. Он отметил, что вклад этих людей неизмерим и выразил им искреннюю благодарность за многолетний труд и беззаветное служение отчизне. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Айдус Кисимов, Телеканал Акжаик.